Другой очень крупной теме, история которой гремела по всей стране несколько месяцев. Теперь по существу Московский Сунг сегодня начнет рассмотрение дела о крушении самолетов «Фалькон» во Внукове. Речь об аварии, в которой погибли 4 человека, в том числе глава нефтегазового концерна Кристоф Думержери. На заседании сегодня зачитают обвинения и допросят свидетелей на скамье подсудимых Владимир Мартыненко. Это он был за рулем, помните, снегоуборочной машины, из-за которой произошла эта страшная авария. Старший сменный инженер Владимир Леденев, который не проконтролировал действия пьяного водителя, он сопровождал колонну спецтехники и давал указания. Мартыненко и Леденев уже признали свою вину. Также, по версии следствия, о возможной опасности не предупредили руководитель полетов и двое диспетчеров. Ну а подробнее об этой трагедии напомнит моя коллега Наталья Бухмина. В тот роковой вечер на борту самолета компании Юниджет находились 4 человека. Один пассажир, глава нефтеперерабатывающего концерна Таталь Кристоф Думержери и экипаж, сопровождавший бизнесмена. А именно командир Фалькона, 45-летний Пикан Янжак-Жозеф. На момент крушения он налетал около 6,5 тысяч часов. Второй пилот, Россия Максим Жан-Мари, провел за штурвалом примерно полторы тысячи часов. Экипаж приступил ко взлету на 3,5 часа позже плана. Пассажир задержался. Все это время пилоты провели на борту, ожидая его. Эксперты полагают, это и могло сказаться на скорости их реакции, а также на принятии решений, когда на взлетно-посадочной полосе они увидели препятствие – снегоуборочную машину. Тем не менее, привлечь их к ответственности невозможно. Дело в том, что в инструкциях французских пилотов, в отличие от российских, нет рекомендаций, как вести себя в случае обнаружения посторонних объектов на пути. К слову, уголовное дело во Франции все же завели. По статье «Непредумышленное убийство». В России этим резонансным делом также занялись вплотную. В ходе расследования арестовали ведущего инженера аэродромной службы аэропорта Владимира Леденева, водителя-снегоуборщика Владимира Мартыненко, диспетчера-инструктора Александра Круглова и диспетчера-стажера Светлану Кривсун. Сейчас она уже проходит по делу лишь в качестве свидетеля. Под домашний арест тогда отправили и руководителя полетов Внукова Романа Дунаева. Работники аэропорта во всем винили неисправный локатор. Который, с их слов, уже давно работает с перебоями. И не предоставляет точных показаний. А иногда выдает фантомные объекты. Эти метки, да, и что они есть, что их нету. То есть они есть на локаторе. Но я показываю, что визуально достаю телефон и начинаю снимать взлетно-посадочную полосу. Там ничего нет. Следствие, правда, установило, причина крушения самолета – столкновение со снегоуборочной машиной, которая несанкционированно выехала на взлетно-посадочную полосу. Тем не менее, в сентябре 2015-го главный обвиняемый по делу, водитель Владимир Мартыненко, вышел на свободу. Мы поужинали, сходили на прогулочку, проверка прошла. И мне сказали, что собирайтесь с вещами. Куда, что, чего. Когда стали уже документы оформлять, уже на выходе, сказали, что вас до суда освобождают. Остальные фигуранты дела тоже покинули места содержания под стражей. Правозащитники назвали этот случай беспрецедентным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова